Привет! Я провел одно из самых объемных по времени расследований в своей жизни. Оно у меня заняло более полутора лет. Я поставил цель найти распределителя российских средств в Европе. И мне это удалось. Итак, как я это сделал? Я начал писать посты в Фейсбуке и публиковать видео в своем YouTube-канале слегка с пророссийским уклоном. И на меня клюнули представители российских СМИ. Да, мне предложили посотрудничать. И на самом деле мне очень повезло, так как я не надеялся, что на меня клюнет такая крупная рыба. Я думал, что на меня выйдет какой-нибудь интернет-издание или максимум телеканал «Звезда». Но нет, вышел первый российский канал. И вот договоренность была достигнута. И дождавшись встречи с оператором, я записался, сказав все, что хочет заказчик. Как я и планировал, деньги мне предложили перечислить с помощью банковского перевода. А поскольку российские банки и россияне не имеют возможности делать переводы из России, я понимал, что гонорар придет из какой-либо другой страны. И мне очень крупно повезло. Деньги пришли не откуда-нибудь, а из вражеской для России Великобритании. Я получил два транша. Первый до записи – 240 евро. И второй после – 300 евро. После чего я связался с банком и в личном порядке получил информацию о том, что платеж был отправлен из Лондона. Отправитель – гражданка Мария Хейс. Я все запротоколировал и отправил объективку в службу безопасности Швеции, где я проживаю, и в спецслужбу Великобритании – Ми-5. Ну, а также не забыл проинформировать родное СБУ. И начал ждать, когда россияне выпустят фильм. И вот спустя 8 месяцев я в эфире в фильме «Боевые наркотики». В 2004 году и в 2014 во время госпереворота на Украине были не только лозунги о демократии. С каждым днем становится все больше. Взяли чай, наколотый. И вставляет. В 2014 году Всеволод Филимоненко был активным участником Евромайдана. Спустя годы после государственного переворота ему пришлось бежать с Украины. Лишь оказавшись в Швеции, он решил открыть одну из тайн безумной отваги протестующих и их фанатичному желанию победить даже ценой собственной жизни. Наркотики поставлялись туда централизованно, поскольку они были не в ограниченном количестве. Действия вещества, вызывающего эйфорию безумия, хватает на сутки. Но организаторы Майдана не жалели тонизирующих веществ, превращая накачанную наркотиками толпу в настоящее оружие. Новая украинская власть приложила все усилия, чтобы наркотики прочно вошли в обиход нацбатов. Приезжал автомобиль, где привозили в больших пакетах белый порошок, и перед ответственными событиями, перед боями его употребляли. Вместе с боевиками нацбатов Филимоненко приехал в Донбасс, где местное население отказалось признавать результаты госпереворота. Это видео снято Всеволодом Филимоненко в 2014 году в окрестностях Луганска. Накачанные наркотическими препаратами, каратели останавливают показавшегося им подозрительным обычного прохожего и избивают его прямо на улице. Расследование завершено, и я с удовольствием для вас его опубликую. Ну, а спецслужбам Украины и Великобритании флаг в руки. Всю необходимую информацию о человеке, который работает на Россию, в Британии они имеют и могут действовать. Так как не исключено, что эта самая Мария Хейтс также задействована в шпионаже в пользу российских спецслужб и несет угрозу национальной безопасности Великобритании. Думаю, если разработать эту особу, можно получить весьма ценную информацию, которая поможет нашей совместной борьбе с агрессором. Надеюсь, я рискуя своей же репутацией и безопасностью, ведь я уверен, что за это мне будут мстить, сделал свой вклад в этой ужасной войне Кремля против Украины. Посмотреть фильм в оригинале производства первого российского канала можно по ссылке в описании. Пока!